Новогодние праздники в ограниченном формате. Подготовка к встрече Нового года стала основной темой очередного планового заседания руководителей структурных подразделений администрации. Встречу провел глава городского округа Александр Баранов. Подготовка к новогодним праздникам не отменяет соблюдение противоэпидемического режима. Об этом глава городского округа Александр Баранов напомнил руководителям структурных подразделений на еженедельной плановой встрече. В предпраздничные дни контроль с выполнением санитарных предписаний, будет усилен во всех торговых точках города. Административная комиссия усилит контроль за соблюдением санитарного режима в торговых точках, в магазинах. Особенно взять под контроль это Самбери, наиболее посещаемый магазин, торговый центр, где люди ходят и порой забывают о обязательном носении масок. Празднование Нового года 2021 по рекомендации Территориального управления Роспотребнадзора пройдет в ограниченном формате, без обычных массовых гуляний, корпоративов и банкетов на работе. В связи с пандемией коронавируса большинство развлечений, как для взрослых, так и для детей, будет недоступно на все время новогодних каникул. Заведением общепита в Приморском крае запрещено проводить торжественные и корпоративные мероприятия с участием более 20 человек. Передать всем руководителям предприятий, учреждений, никаких корпоративов не проводить, взять под жесткий контроль. Каждый руководитель учреждения, предприятия отвечает за соблюдение противоэпидемиологического режима. Поэтому вопрос корпоративов закрывается. Также предупредить наши точки общепита, которые еще работают. Также никаких корпоративов не организовываются. В школах, творческих коллективах, особенно касается школ, все праздничные мероприятия проводить только по классам. Общешкольных никаких мероприятий не проводить. Завершение годового цикла – это не только забота о проведении предстоящих праздников, но и время подведения итогов. В частности, в сфере городского жилищного коммунального хозяйства. Заместителю главы городского округа Сергею Пуртову дано поручение оценить деятельность управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов за прошедший период. Прежде всего, это состояние подъездов, сколько процентов отремонтированных подъездов. Это остекление подъездов, двери, обустройство придомовой территории, ну и, естественно, количество жалоб. Все это делается, исходя из количества домов и, естественно, их кода постройки. Все это дело надо будет проанализировать и дать объективную оценку перед окончанием этого года. Мониторинг деятельности управляющих компаний и ТСЖ поможет установить рейтинговый статус организации. Кроме того, объективные показатели облегчат собственникам жилья задачу по выбору достойной компании для управления своим жилым домом. Шел разговор на заседании также о благоустройстве придомовых территорий, в частности, о проведении озеленения дворов. Глава указал на необходимость восстановить весной зеленые насаждения вместо выпиленных старых деревьев. Желание фокинцев жить в красивом, чистом, ухоженном, благоустроенном городе должно подкрепляться реальными делами.